Бизнес-ФМ представляет Ну, действительно, мы одни из самых больших, вот, по крайней мере, на сегодня у нас 1619 пациентов с утра было. Мы работаем, как вы знаете, с 27 марта, ну, вот скоро уже будет месяц, наверное. Конечно же, инфекция, она такая неисследованная. Изначально было все сложно, ну, сейчас какие-то уже наработки есть за это время, которое мы работаем с коронавирусной инфекцией. Ну, я бы сказал бы, наверное, вначале по течению, наверное, вот мы для себя, для себя, по крайней мере, определили два течения. Это первое, когда пациенты поступают с очень, скажем так, высокой температурой, лихорадка там, температура 39 и выше, они температура там 4-5, 5-6 дней, высокая температура практически, в том числе и парастамол особо не, иногда не снижает ее, приходится там, вплоть до того, что льдом обладают. Это первое, скажем, наше такое, наше наблюдение. Ну и второе, это те пациенты, которые, температура может быть, в принципе, и какая-то такая субфибрильная, это 36 и 7, и 37 температура, но эти пациенты, там наблюдается хорошая гипоксия, сатурация низкая, и эти пациенты, как правило, больше, наверное, других уходят на искусственную вентиляцию легких за счет того, что к ткани в ней поступает кислород. Ну, это такие вот некоторые наши наблюдения за то время, которое мы занимаемся коронавирусной инфекцией, которая, честно говоря, не совсем свойственна для нас была. Ну, вот так это, что касается течения. Что касается лечения, здесь надо, наверное, отметить, что сейчас в больнице пациентов с легкими формами их нету. Ну, это в основном пациенты со средней степенью тяжести, это пациенты тяжелые, ну и крайне не тяжелые. Значит, по лечению я бы здесь сказал бы, наверное, мы применяем, конечно же, противовирусную терапию. Указывать препараты я, наверное, не буду с точки зрения понятной. Ну, если присоединяется бактериальная флора, мы используем антибактериальный препарат. Ну, и, конечно же, наверное, десинтекционная терапия, асимптоматическая терапия. Ну, вот я бы сказал бы так, что касается наблюдения. В диагностике здесь, скажем так, более ясная картина. Изначально мы основывались, подтвержден, не подтвержден, по тестам, извините, не тестам, а по мазкам ПЦР-реакции. Да, сейчас уже это, я бы сказал бы, я бы сказал бы, ну, это, конечно же, да, один из методов, но достаточно. И компьютерной томографии, там уже видно четко картина, что за пневмония традиционная, либо это пневмония бактериальная, либо это пневмония, ассоциированная с коронавирусом. Там степень тяжести видно. В принципе, даже не только рентгенолог может уже, это тот и доктор, который сталкивается с этой инфекцией. Я бы сказал бы, даже не только врачи-терапевты-пульмонологи, но это и врачи других специальностей. Поэтому здесь немножко попроще. Клиника, лабораторные показатели, это, в принципе, характеризует. Какая-то пневмония вирусная, бактериальная пневмония. Поэтому здесь в диагностике мы немножко вперед пошли. А скажите, вот с температурой 36,7, или 37,3, вам поступают в приемное отделение? На основании чего скорая помощь повезет, если нет температуры? Ну, я бы сказал бы сейчас так. В Москве организовано, по-моему, 46 амбулаторных компьютерных центров. И когда человеку плохо, он обращается, делают ему компьютерную томографию. Там есть 4 градации. К1, К2, К3, К4. Ну, в зависимости от площади поражения ткани легкого. Ну, и на основании вот этого доктор скорой помощи определяет, на основании дыхательной недостаточности, госпитализируется ли он в стационар, либо он может находиться там на самоизоляции, ну и, соответственно, проводить лечение при помощи врачей первичного жрена. Ну, то есть врач, там, может быть, скорая помощь или участковый направляет пациента на КТ, или он там сам идет на КТ, а на КТ уже в любом, в том числе в коммерческом КТ, у них тоже есть все эти протоколы. Они распознают типичные и явные признаки коронавирусной пневмонии. Да, и к нам уже привозят наиболее таких сложных, тяжелых пациентов. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что вирус у многих протекает вообще бессимптомно, у многих проявляется в таких обычных формах ОРВИ, ну, то есть это кашель, насморк, температура без бронхита, пневмонии. Ну, а потом бывает пневмония как самая вот тяжелая форма течения. А в то же время, там, мы читаем в разной околонаучной прессе, которая сейчас проскальзывает, что вообще ковид может атаковать самые разные ткани, органы, вот он, так сказать, на сосуды влияет, может на сердце оказывать влияние, на головной мозг. Вы принимаете только по показаниям пневмонии, или иные проявления ковида тоже вам попадаются? Ну, я бы здесь сказал бы, наверное, следующее. В основном к нам поступают пациенты с вирусными пневмониями. Но я могу сказать, что у нас же работает целый отряд врачей и хирургов, в том числе нейрохирургов, сосудистых хирургов. И те пациенты, которые к нам поступают, некоторым из них необходимо там какая-то острая еще патология, в том числе хирургическая патология, нельзя забыть, что у нас еще работает роддом, куда к нам поступают, беременные, где у нас рожают, это контактные, это с проявлениями вирусной пневмонии. Поэтому нам зачастую приходится оказывать не только терапевтическую помощь, я имею в виду в лечении, но и хирургическую помощь. Это и тромбоктомия, это и, ну, в общем, разные проявления хирургической патологии. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас больница перегружена? 1600 у вас уже ковидных больных, не у всех тест показал, но вы уверены, что это ковид, поэтому они у вас находятся. Есть резервы? Как быстро заполняется больница? Стоит ли очередь из скорой помощи? Сколько времени в приемном отделении приходится проводить? Как многие рассказывали было в прошедшие, может быть, недели, когда все это разворачивалось? Ну, что касается очередей, у нас их нет, их и не было. И, надеюсь, их не было. Потому что в нашем приемном отделении, не побоюсь этого слова, а просто до мелочей практически все продумано. У нас вот одномоментно можно разместить 35 пациентов. Они находятся у нас в смотровых коридорах, у нас нет в приемном отделении пациентов. Что касается машин, которые приезжают, ну, это минуты, я бы сказал бы так. То есть машина заезжает в приемное отделение, доктор скорой помощи с пациентом подходит либо подвозит пациента, в зависимости от его состояния на дисплей, на распределительный пост. Ну и, соответственно, на распределительном посту мы определяем, куда он пойдет, какую смотровую. Значит, в каждой смотровой есть доктор, который оценивает состояние дополнительно, который определяет тот, я бы даже сказал бы, минимальный набор исследований, который необходимо провести. Ну и, соответственно, отправляет уже пациента, как правило, в клинические отделения. Их у нас достаточно много. То есть вся картина, где есть свободные места, у нас, скажем так, условно разграниченные отделения, где уже подтвержденный ковид и пневмонии вирусные. Хотя это, я бы сказал бы, что грань, она такая, условная. Вот, поэтому здесь у нас четко отработан алгоритм и очередей у нас нету. Что касается работы, тяжело, нелегко, я бы сказал бы так, но мы же доктора, мы ведь, кто кроме нас? Ну, поэтому тут включается и административная составляющая, тут и клиническая составляющая. Поэтому есть какой-то у нас, наверное, предел. Мы же над этим работаем, потому что… Ну, довольно-таки, я бы сказал, сложно. А заболевают сами доктора? Вот сказать, что… Медсёстры, санитары, все, кто работает. Вот сказать, что они заболевают, это, наверное, будет не совсем правильно. Я бы сказал бы так. Есть такие случаи, у нас есть такие случаи, но это немногие случаи, это единичные случаи, что бы кто ни говорил, единичные случаи. Мы, конечно же, к этому очень трепетно относимся. Я, как руководитель, вот точно понимаю, что это один из таких вопросов, на которые надо обращать внимание. Это и масочный режим, это и ДЭС-обработки, ДЭС-группы, которые созданы. Ну, в общем, мы работу ведём в этом направлении. А что касается и врачей, и медицинских, ну, практически это все люди, и прочий персонал, они тоже работают, поэтому есть единичные случаи, есть. Я бы сказал бы так. Вот сейчас в Москве новый режим в отношении ОРВИ вообще. То есть сказано, что любой человек, у которого ОРВИ, считать его потенциально заразным ковидом, соответственно, все меры к нему применять. Но мы всю жизнь жили в ОРВИ, особенно работающие люди не особо боялись. Ну, подумаешь, там 37.1, 37.3, насморк, кашель, сто раз бывало. Вот. Сейчас, если у врача, или там у медсестры, в общем, одного из ваших работников, появится такая вот незначительная вроде бы простуда, вы будете его отстранять сразу от работы? Звук пропал. Звук пропал. Микрофончик отключили. О, есть, да. Да, да. Ну, скорее всего, что мы будем точно, вот, работать он не будет. Наблюдать мы точно будем, потому что есть некая настороженность у нас. Она очевидная, она правильная, объективная. Поэтому, скорее всего, мы будем, да, отстранять и наблюдать за этим сотрудником. А сделать мгновенный тест ему можно в больнице? Ну, как правило, мы это сделать возможно. Вот, это сделать возможно. У нас есть соответствующие распоряжения, графики, где мы проверяем, смотрим, делаем ПЦР нашим сотрудникам. А за сколько дней сейчас у вас этот тест обрабатывается? Ну, честно говоря, по-разному. Вот. По-разному это вся история. Ну, где-то, ну, день-два, наверное, как я так сказал. Ну, просто про врачей-то это не важно. Их сейчас каждый на счету. Поэтому, так сказать, просто посадить человека на карантин, а если он здоров, а заменять-то особо неким. Вообще, каков реверф именно медиков, подготовленных уже сейчас для работы с этой болезнью? Кстати, вот я вам могу сказать, что когда китайцы к нам приезжали, мне тоже был, это важный вопрос, и в начале пути было четкое понимание, что, конечно же, как мы можем, наверное, по дороге где-то кого-то потерять. У китайцев такая же вот была история. Они мне вот говорят, что да, в начале пути все было так, все вперед, а потом начали немножко выбивать. В этом плане мы тоже ведем работу. Есть департамент здравоохранения города Москвы. Мы вплотную работаем с ними. И на заявки, скажем, на тех сотрудников, которых мы нуждаемся, они отрабатываются. Мы понимаем, что мы не одни, соответственно, что у нас поддержка. Поэтому, ну, есть какие-то вопросы такие в работе, но не решаемые. Скажите, пожалуйста, сейчас проживание медиков, которые работают, ну, как называется, красная зона, которые ходят именно за периметр, внутрь периметра. Они сейчас после работы возвращаются домой или как-то решается вопрос, чтобы они находились таким вахтовым методом, тоже вне семей, и источником пенсионаров в обычную жизнь? Я понял вас. Этот вопрос также решают с помощью департамента здравоохранения города Москвы, где были определены гостиницы. Если необходимость в этом есть, наши сотрудники могут домой не поехать, а, наверное, остановиться в гостинице. Но это по желанию, не обязательно. Это как самому захотелось. Да, это по желанию. Это по желанию. Мы же с вами понимаем, вот давайте вот так по-честному, мы же понимаем с вами, что можно работать в больнице, а можно, я не знаю, пойти в магазин. И если режим самоизоляции не нарушается, то неизвестно, с кем ты столкнешься на улице, неизвестно, с кем ты в каком-то помещении, здании столкнешься. И потом вот сложно понять, где ты заразился в больнице, в СИЗах, либо, что маловероятно, я подчеркиваю, либо где-то на улице. Тут такая история, да. Скажите, а вообще голод кадровый есть, потому что, ну, пневмония требует профильная специальность, это пульмонолог, дальше анестезиологи, реаниматологи, если зашло до тяжелой формы, и человека надо спасать реанимацией. Но вот людей этих специальностей конкретно сейчас хватает, или приходится, ну, в бежных специальностей брать врачей и готовить их срочно вот к работе по этому направлению? Ну, сейчас у нас все работают, и неврологи, и кардиологи, но это те же самые терапевты. Вот если мы вернемся в нашу вольную мантер, ну, в общем, в институт, то практически есть терапевты, есть хирурги, да. Ну, вот как-то так. Поэтому сейчас наши все неврологи, кардиологи, офтальмологи задействованы на лечение коронавирусной инфекции. Но есть у нас и опытные доктора, которые всю жизнь занимаются проблемами легких, проблемами, я не знаю, там, хоблы, пневмонии и так далее. Мы распределяем таким образом, чтобы все отделения были охвачены вот этими нашими, я бы сказал бы, авторитетными докторами, чтобы они тоже присматривали за работой менее опытных специалистов. Теперь немного о статистике, собственно, болезни, как она выглядит. Скажите, вот крайне тяжелая форма, это свойственно все-таки людям более пожилого возраста или в тяжелое состояние может попасть любой, в том числе молодой, здоровый человек. Извините, пожалуйста. Олег Валерьевич, ответьте. Значит, что касается статистики, я бы сказал бы, наверное, так. В основном, да, это люди более пожилого возраста, это так. Ну, есть и 40-летние, 50-летние, 60-летние пациенты. Конечно же, как и многие говорят, что в основном более тяжело протекает болезнь, это у людей, у которых есть какие-то сопутствующие заболевания, то ли заболевания сердечные, то ли заболевания дыхательные, почные и все. Ну, то есть все более тяжелые, они с каким-то сопутствующим заболеванием. Это первое. Второе. Можно уточню, который сейчас очень интересует. Ну, допустим, вот среднего возраста молодой, здоровый человек. Вот он заработал пневмонию. Это тоже, в общем-то, болезнь, которая случается в жизни. И просто сама пневмония будет легче протекать, как правило, у здорового человека. Или у него меньше шансов, что вирус дойдет далекий, что он вообще, так сказать... Ну, шансов, наверное, у него тоже много, что вирус дойдет далекий. Дело в том, что вот этот вирус, он не только поражает верхние дыхательные пути, но он и поражает и нижние дыхательные пути. Ну, скажем так, весь респираторный тракт поражает. Но мало того, этот вирус, вне зависимости от, наверное, возраста, он поражает и те участки в легких, где происходит газообмен. Поэтому и развивается тяжелая дыхательная недостаточность зачастую, которая приводит к переводу на искусственную вентиляцию легких. Те заболевания, которые человек еще имеет, они усугубляют, я бы сказал, усугубляют вот это все течение. Поэтому вирус и с молодыми работает по-своему, как ему надо. Но в свете вот последних событий хочу отметить, что молодых людей поступает больше. Ну, в общем, больше по сравнению вот с неделей, две недели назад, вот как-то вот так. А это в данном случае вы говорите не об инфицированных молодых, а именно уже о молодых, которые в средней и уже в тяжелой форме были. Ну да, это молодые. Я же изначально сказал, что у нас нету легкой формы. У нас практически сейчас средние, такие тяжелые формы. Я среди них имею в виду, что молодежи тоже уже достаточно. Скажите, вот тоже читал я в разнообразной литературе, где-то на Западе пишут, где-то у нас врачи говорят, что искусственная вентиляция легких далеко не всегда приводит к положительному результату. Более того, развивается фиброз, ну, то есть разрушение. Мы все уже стали немножко специалистами на словах, какого-то термина изучили. В действительности, как часто нужно ее применять, настолько ли она необходима, и как часто она в действительности спасает. А то пишут, что она чаще добивает. Ну, некоторые люди. Ну, не сам аппарат искусственный легкий добивает. Болезнь-то добивает, это первое. Второе. Значит, если организм не получает достаточного, клетки, ткань не получает достаточного количества кислорода, недостаточно, я имею в виду, неинвазивного кислорода, которое можно, скажем так, снабдить без аппаратов искусственной вентиляции легких. Если этого недостаточно, то у нас шансов-то других нет. Мы же ведь должны как-то, наверное, снабжать кислородом клетки организма тканей. Поэтому тут очень тонкая такая история. Это первое. Потому что, что касается фиброза, что такое фиброз? Это те клетки легких тканей, которые поражаются. То есть, когда поражается ткань, когда поражаются альвелы, вот и вся эта ткань превращается в некий фиброз. Поэтому это все и зависит от степени тяжести, это зависит от госпитализации. Если у нас, допустим, порядка 30% больше, это уже говорит о том, сатурация небольшая, значит, говорит о том, что необходимо как-то обращаться уже в стационарные условия для лечения. Поэтому, если, конечно же, поражается больше 50%, и если эта ткань фиброзируется, то, конечно же, образуется в будущем уже дыхательный недостаточно. Поэтому тут мы, мне кажется, еще долго будем разгребать вот эту инфекцию. Скажите, опять же, людям важно знать, в каком случае им надо настаивать, чтобы их отвезли в больницу? Ну, понятно, что если нет пневмонии, то вообще не надо знать. Но даже пневмонии далеко не всегда ведь возьмут сейчас в больницу. Сейчас уже, как и раньше было, не любая пневмония требовала, чтобы это деспотализировано. Ну, пневмония есть традиционная, как мы знаем, которая лечится антибактериальными препаратами, антибиотиками лечится. Это бактериальная. Мы этим не занимаемся. То есть это другая немножко пневмония. Есть пневмонии вирусной этиологии. Ну, вирусы, в принципе, есть разные вирусы. Но сейчас мы работаем с тем, что это коронавирус, РНК-содержащий коронавирус. Значит, что касается госпитализации, то я бы сказал бы так. Это, наверное, температура больше 38,5. Это, наверное, дыхательная недостаточность. Это, наверное, показатели при компьютерной томографии. А там четко указаны, если они более 30%, 25%, то это показания для госпитализации. Но я все равно бы еще раз подчеркнул бы, что все-таки лучше всегда советоваться с докторами, с врачами для того, чтобы они оценивали уже степень поражения и необходимость в стационарном лечении. Ну, как-то, наверное, вот так сказал. А есть сейчас в этом отделении больные, которые вы бы считали, что они, в общем-то, зря уже бежали в больнице или зря в нее даже попали? Ну, таких у нас нету, потому что это вся идет сортировка, наверное, даже двойная. Это врач скорой помощи, это врач приемного отделения, наш врач приемного отделения. Поэтому таких нету. А вот больные, которых мы выписываем, ведь мы ежедневно принимаем там порядка, где-то в среднем, наверное, 150. Вот сегодня было, сегодня было у нас, по-моему, 200 с небольшим, вот в сутки мы приняли. Поэтому таких нету, легких вот форм нету. Мы выписываем, вот примерно такое же количество мы и выписываем ежедневно. Поэтому у нас вот такой баланс, я бы сказал. Скажите, а вот уже статистика примерно такая, соотношение. Вот у вас примерно 1600 больных. Сколько из них вынуждены быть отправлены в реанимацию и сколько из них уже на ИВЛ? Ну, это, я вам скажу, что сегодня в отделении реанимации интенсивной терапии у нас находится 150 пациентов. 150 процентов. То есть 10 процентов, каждый десятый из? Ну, да. Ну и порядка 50 процентов, это если быть точным, то 72 пациента находятся на аппаратах ИВЛ. Но это потому, что столько есть реанимации или потому, что всем остальные находятся просто под наблюдением и таким консервативным терапевтическим лицам? Нет, это все те пациенты, которые нуждаются в реанимации интенсивной терапии. Это все те. Если необходимость будет, конечно, не дай бог, необходимость будет еще кого-то размещать, значит будем размещать. Как бы вы по ощущениям сейчас и по статистике оценили, как в Москве вот в эти дни динамика меняется? Потому что мы знаем, что цифры выявляемости, они очень растут, но при этом нам говорят, что до половины, а то и больше, появляются бессимптомные. А вот те, кто нуждаются в госпитализации, их становится больше, они... Растет статистика, да, вот скажем, я бы сказал бы, что вот нас пару дней назад как-то она немножечко остановилась и даже небольшой был спад. А вот сегодня, я уже сказал цифру 1612, вот у нас сегодня такая статистика, это говорит о том, что она растет, растет. А 1600 это уже потолок для вашей больницы или у вас еще там резервы есть, кое-как и врачей? Слушайте, ну резервы есть, я же на то, как бы мы находимся, руководим больницей, чтобы были резервы, чтобы мы... Но они не безграничны, я бы сказал бы так, это первое. Ну и по врачам, конечно же, тоже как бы есть какой-то определенный предел. Но мы работаем. Скажите, а врачей для того, чтобы работать с ковидом в красной зоне, их как-то материально в том, что это стимулирует, потому что это работа в экстремальных условиях? Она и опасна, важна? Вот, честно, мы очень, вот я... Они молодцы, это первое. Ну, мое слово молодцы, оно как бы, это хорошо. Значит, я бы сказал бы, что тут тоже, наверное, надо обязательно сказать про департамент здравоохранения, которые четко были определены, суммы доплаты. Это 70, 50 и 30. То есть доктор, который будет заниматься, он будет помимо зарплаты еще получать дополнительные 70 тысяч. Последний вопрос вот про бессимптомных. Я понимаю, что вы, наверное, с ними не встречаетесь, но нам потенциально, видимо, любой из нас может быть бессимптомным, если мы не болеем, поэтому Бог его знает. Как вы думаете, есть ли такая там в идеале задача протестировать всех, кто болел в РВИ, кто контактировал, кто не контактировал? Может ли бессимптомный превратиться в симптомного? Вообще, какова, опять же, очень много рассказывает о том, что время проявления болезни и время наступления осложнений, если они наступают, очень разные. Можно ли говорить о какой-то типичной картине и, соответственно, что людям думать, как себя вести? Ну, людям в первую очередь надо дома сидеть. Это первое. Вот я, честно говоря, надо себя ловленную мыслью. Вот бы мне дома посидеть там и отдохнуть. Ну, это я так, какое-то проявление у меня такое. Я к тому, что вот лучше дома посидеть. Ну, как-то вот примерно вот так. Я так мягко, вот, и поэтому и сказал... То есть ты не посидишь. Все равно всю жизнь не посидишь. Ну, да. Нет, а дело в том, что, понимаете, ведь инкубационный период, как мы понимаем, это, как вы правильно сказали, уже, в принципе, и не доктор, наверное, понимает, что это 14 дней. Ну, в среднем, да. То есть если мы вот эту цепь прервем, вот, то у нас большая вероятность, большая вероятность, что быстрее мы закончим эту эпопею. Это первое. Вот. Второе. Конечно, в идеале есть вирусоносители, бессимптомные, наверное. В идеале, конечно, провести диагностику, определить антитела. И это, конечно, в идеале. Но это, мы же понимаем, это такая сложная работа. Но она, наверное, будет сделана. Все, извините, не сказать антитела. Но ведь тест на антитела, который, мы понимаем, что он быстрее, скорее всего, точнее, чем если он хороший. Он же индустриально еще не запущен. Это все еще пока разработано. Ну, это-то да. Так у нас-то по большому счету, вот по большому счету, мы здесь весь мир-то работает, скажем так, с инфекцией, неизученной инфекцией. И мы сейчас, в том числе и в больнице, ежедневно обсуждаем, как она себя ведет, как пациент ведет. Ну, то есть это довольно-таки интересная работа. Поэтому заканчиваем. Сейчас вот у нас будет совещание, и поэтому мы будем, наверное, заканчивать. Вот, поэтому мы изучаем, мы стремимся. Сейчас вот, на мой взгляд, надо прервать вот эту цепь. Я уже говорил об этом. Если мы прервем цепь, и мы остановим вот это, то потом у нас будет времени больше и иммунитет посмотреть, и антитела посмотреть, и многое, что можно будет посмотреть. А сейчас пока вот надо выполнять ту задачу, которая вот важна. А в итоге все познакомятся с этим вирусом в симптомной или без симптомной форме? Это вот сейчас можно добиться, чтобы волны не было, а потом разберемся. Или все-таки всем нам его предстоит как-то через себя, ну или в основном? Будем надеяться, что познакомятся не все, но многие познакомятся, да. Спасибо большое. Валерий Вечерко, главный врач ГКБ номер 15 Минифилатова, крупнейший в Москве больницы, где лечат больных ковидом. Спасибо. Я бы сказал, наверное, и в России. Конечно, конечно. Спасибо. Вам всего хорошего. Добра. Спасибо. 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 Спасибо.